Торжества по случаю очередного выпуска воспитанников, завершивших курс обучения в духовной школе, состоялись в Саранском православном духовном училище. Уже с начала нового учебного года оно будет преобразовано в духовную семинарию, а ее выпускники станут получать дипломы о высшем образовании. Как бы не банально это звучало, но годы учебы в образовательных учреждениях летят быстро. Не успел оглянуться, и ты стоишь на пороге самостоятельной взрослой жизни. В Саранском духовном училище состоялся 16-й выпуск воспитанников пастырско-богословского и рекинского отделений. По такому торжественному случаю Божественную литургию в храме пророка и крестителя Анны Претечи совершил высоко преосвященнейший митрополит Саранский Мордовский Зиновий сослужение епископа Ордатовского и Отяшевского Вениамина. По окончанию богослужения был отслужен благодарственный молебен. В нашем духовном учебном заведении преподают профессора и доктора наук, ведущие специалисты в своей области. И я поэтому искренне рад за наших учащихся, которым такое великое внимание в формировании их мировоззрения, духовного содержания их жизни. Конечно, этому служат очень много людей. В этом году все выпускники решили продолжить свое духовное образование в стенах родного духовного училища, которое с начала учебного года преобразуется в Саранскую духовную семинарию. Уже разработана программа учебного процесса пастырско-богословского факультета, на котором планируется открыть три отделения – православной теологии, регенского церковного пения и конописи. Размещаться семинарий будет в прекрасном здании бывшей школы, расположенного напротив училища. Это подарок для будущей семинарии от главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волбкова. За 18 лет существования духовное училище являлось основной кузнецей кадров духовенства для всей митрополии. За это время было выпущено 400 учащихся с пастырско-богословским и регенским образованием. Почетный выпускник училища, ныне епископ Ордатовский-Отяжевский Вениамин. Я вспоминаю то время, что я попал в ту колыбель, которая меня подняла, родила и создала такую личность, какую я сейчас существую. Потом, конечно, Господь украл так, что я здесь остался, я трудился как священнослужитель, как проректор. И эти годы были для меня очень прекрасные. И вот до тех пор, приезжая сюда, я всегда радуюсь, как ребенок. И радуюсь с теми, кто здесь продолжает и трудиться, и учиться, и приукрашать это прекрасное место. И желаю всем здоровья, и чтобы семинария, которая сейчас создается здесь, она стала для нас кораблем, где каждый мог получить духовные знания, и чтобы семинария стала всегда, или заняла, так скажем, ту частицу в сердце каждого, кто здесь учится на всю свою оставшуюся жизнь.